Накануне во временно оккупированном Бердянске вспыхнул пожар. Об этом сообщали в местных пабликах. Пламя вспыхнуло в микрорайоне колонии. Местные жители утверждают, что перед этим слышали звук, похожий на взрыв. Поэтому предполагают, что в этом районе обстреляли базу оккупантов. Однако официального подтверждения поражения военных объектов пока нет. Напомню, что Бердянск — это город в Запорожской области, который армия России оккупировала на третий день вторжения, 27 февраля 2022 года. Это расстояние от населенного пункта до возможных позиций вооруженных сил Украины около 100 километров. Сейчас узнаем все подробности о ситуации в регионе из первых уст. С нами на связи Иван Федоров, городской голова Мелитополя. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Иван. Да, приветствую вас. Итак, известно ли на сегодня подробности и причины возникновения этого пожара в Бердянске? Сегодня, по версии жителей Бердянска, в этом районе была сконцентрирована большая ремонтная база расистов, на базе которой они ремонтировали свою военную технику после боевых действий на Запорожской и Донецкой линии фронта. Поэтому, вероятнее всего, и пострадала данная ремонтная база, которая была одна из самых больших на временно оккупированной части Запорожской области. До сих пор ждем подтверждения. Я думаю, что в ближайшее время она будет. Так, ну что ж, ждем этих хороших новостей. И известно, что оккупанты продолжают перебрасывать свою технику военную на Запорожское направление, а перед этим свои силы враг накапливает в Мариупольском районе. Они прибывают туда целыми колоннами, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Иван, какая оперативная обстановка сегодня в Запорожском направлении фронта? Сегодня действительно мы видим, что переброска продолжается. Примерно 70% всей военной техники и личного состава перебрасывается как раз со стороны Донецкой области по маршруту Бердянск, после этого Запорожская линия фронта, Мелитополь. И тенденция продолжается. Как военная техника, так и личный состав. К сожалению, на территории временно оккупированного Мелитополя места для расселения расистов уже недостаточно. Поэтому со вчерашнего дня просто на дверях нашего автовокзала они разместили, что именно там будет временный ночлег для всех гастролеров, которые приезжают и им некуда расселиться. Основное, куда они расселяются, это, понятное дело, в квартиры, которые были оставлены нашими жителями, которые выехали из временной оккупации. Такой переучет они проводили и последний месяц. И сейчас собираются распределять это жилье как для своих гастролеров, которые приезжают на побывку, так и для фейковой очереди, которую они создают из соцсферы, о чем я сейчас говорю. Буквально с прошлой недели они начали обходить учебные заведения, те, которые сегодня под коллаборационной властью согласились работать, медицинские учреждения. И там просят составлять список очередников на квартиры. Но для всех абсолютно очевидно, что не хватает, точнее сегодня отсутствует полностью новое строительство во временно оккупированной части Запорожской области, поэтому раздавать по этой очереди они, как раз, и собираются украденное жилье наших жителей. Также подтверждающим фактором того, что количество расистов растет на временно оккупированной территории, есть и тот факт, что участие на границах города Мелитополя, сбоку Молочного лимана, сбоку Азовского моря, не утихают ни днем, ни ночью. Даже сегодня они продолжаются с самого раннего утра до поздней ночи, они точно будут, как и каждый день до этого. Порой бывают и ночью. То есть, с одной стороны, российские пропагандисты говорят о том, что сегодня праздник, и они собираются праздновать каким-то образом, с другой стороны, выстрелы и взрывы круглосуточно рядом с временно оккупированным городом Мелитополя. Скажите, а вот эта пребывающая живая сила, живой резерв оккупантов, это кто? В основном это мобилизированные, в основном это пушечное мясо, которое просто без подготовки, либо после одного или двух дней подготовки будет кидаться на Запорожскую или Донецкую линию фронта и потом возвращаться в черных пакетах. Реже это вагнеровцы, но они более организованными группами едут, а мобиков бросают вообще без подготовки, без ничего, бросают на линию фронта. Так, ну в общем, ничего здесь не поменялось. Теперь о коллаборационных властях. Хотят перенести областной центр Мелитополь. Соответствующий указ подписал так называемый губернатор Балицкий, коллаборант. С чем это связано, по-вашему? Это может быть просто банальный распил бюджетных российских денег, или может быть за этим стоит некая сверхидея российских властей объединить оккупированные территории Запорожской и Херсонской области в один регион и вот назначили центр Мелитополь? Я думаю, что тут несколько идей. Первая и главная, это капитуляция РФ в части отказа от претензий на город Запорожье. Если мы посмотрим за последний год, в который длится полномасштабное вторжение в Украину, они каждый раз в своей пропаганде рассказывали, что вот еще день-два или неделя-две и они точно займут областной центр Запорожья, или выйдут на границы Донецкой области, или Херсон не сдадут и так далее. То есть принятие Мелитополя центром временно оккупированной части Запорожской области это капитуляция от намерений идти в сторону Запорожья. Также можно вспомнить, что три недели назад буквально они говорили о том, что они получают прогресс на запорожской линии фронта, они успешно заняли новые позиции. Все это фейк, неправда. Поэтому первая версия, почему Мелитополь, это капитуляция и признание того, что дальше не идут. Второе, конечно, вы правильно отметили, это распил бюджетных денег, потому что совместно с тем, что они приняли решение Мелитополь сделать центром, они также приняли решение о том, что поделить временно оккупированную часть Запорожской области на 13 районов. Почему 13? Потому что больше можно будет получать и выбивать денежных средств, больше их воровать. Именно этим и занимается основная часть коррумпированных чиновников РФ. Ну и, конечно же, последнее, это они готовятся к выборам. Они уже называют какую-то там дату в сентябре о том, что они хотят провести выборы. То есть сначала провели фейковый референдум, теперь такие же фейковые хотят провести и выборы. Точнее, не выборы, а объявить о выборах. Именно поэтому руководителем избирательной комиссии назначили ту же Гауляйторшу Галину Катюченко, которая была и руководителем избирательной кампании в референдуме фейковом. Поэтому вот три основных цели, зачем они хотят Мелитополь признать, точнее, уже признали центром временно оккупированной Запорожской области. Но, к сожалению, от этого в первую очередь страдают наши жители, потому что террор во временно оккупированном Мелитополе только усиливается. Да, к сожалению. Ну, это все временные меры, мы понимаем. И тем временем в оккупированной части Запорожской области россияне-оккупанты готовятся к эвакуации населения на полуостров Крым. Эту новость оккупанты выложили на сайте Запорожской своей захваченной администрации. И одновременно с этим на сайте администрации оккупированного Симферополя появилась тоже информация о приеме беженцев. Иван, вы владеете цифрами, о каком количестве людей может идти речь? И с какой целью вот эта эвакуация? Я думаю, что тут точно так же необходимо рассматривать несколько вариантов. Первый, это действительно они готовятся к эвакуации для того, чтобы забрать своих коллаборантов, оккупантов, гауляйтеров с временно оккупированной части Запорожской и Херсонской области, потому что собираются сдавать. Они четко понимают, что наши ЗСУ вернут все наши территории, поэтому готовятся к этой эвакуации. Второй вариант, это они просто в очередной раз разгоняют панику, как они делают уже на протяжении месяца. Когда начинают массово готовить бомбоубежище, когда массово начинают готовить какие-то укрытия и тем самым давят на жителей для того, чтобы получить от них хотя бы какую-то поддержку. Потому что абсолютно не существует ни одного жителя города, ни одного города Украины, который бы хотел, чтобы его город бомбили. Поэтому на этом они пытаются играть, понимая то, что информационный вакуум тоже помогает расистским пропагандистам в этом. Именно поэтому очень важно доносить правдивую информацию. Но хочу отметить, что в Симферополе сегодня, как и временно оккупированном Крыму, ситуация тоже достаточно тяжелая. Сегодня медицинские учреждения переполнены, сегодня общественные заведения переполнены. Например, когда они с Мелитополя отправляют людей в Симферополь в больницу, туда лечь невозможно. Получить профилактику, либо регулярное лечение от хронических болезней невозможно. И они не отправляют в второстепенные, третьестепенные больницы, которые абсолютно к этому не готовы. Поэтому я не знаю, каким образом они собираются делать эвакуацию. Но я думаю, что это такая показуха, пропаганда о том, что они думают о людях. Не больше, не меньше. Да, и в самом Мелитополе, и вы об этом много говорите, большая беда с медицинской помощью. Большая часть квалифицированных медиков уехала. В больницах нет мест для людей. Туда везут раненых огромными потоками. Под госпитали приспособили школы, админздания. Вы писали, что детский дом отобрали и сделали из него госпиталь. Вообще возможно получить... Да, да, да. Возможно ли получить вообще какую-то помощь медицинскую людям, обычным, вызвать скорую помощь? На сегодняшний день медицинскую помощь качественно получить на временно оккупированной территории невозможно. Невозможно, потому что масса узкоспециализирована, так точно. Масса докторов выехала, как вы правильно отметили. И, к сожалению, сегодня 80% лечебных заведений Запорожской области заняты непосредственно под военные госпиталя. Как подтверждение тому, вы правильно привели пример, при Азовье был отобран детский дом под военные госпитали. Буквально вчера представитель диктатора Мишустин подписал очередной документ, которым выделил миллиард их рублей на то, чтобы развернуть полевые госпиталя на временно оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что они абсолютно не думают о людях, а думают о своих двухсотых, трехсотых, которых каким-то образом в полях пытаются спасти. И, с третьей стороны, конечно же, отмывают деньги. То есть сегодня точно ни про социальную защиту, ни про медицинское отслуживание на временно оккупированных территориях говорить нельзя. Да. А что с паспортизацией, с принудительной паспортизацией? Она идет достаточно активными темпами. Сегодня без паспорта невозможно ничего. И это основной вопрос, который сегодня задают наши жители, которые остались на временно оккупированной части Запорожской области. Часто привожу один и тот же пример, но он очень показательный. Когда едут в маршрутке 10 человек, ее останавливают РФ-овские военные для проверки. У тех, у кого нет российских паспортов, высаживают с маршрутки и заставляют идти пешком. То есть сегодня они делят наших людей на людей первого, второго сорта. И, конечно же, наши жители от этого страдают, потому что и выехать они толком не могут в временной оккупации, так как все возможные варианты быстрого доступа на территорию Украины перекрыты именно захватчиками. Поэтому сегодня действительно происходит геноцид. Нужно называть вещи своими именами. Нашего украинского народа и террористом России. И ОЗС, ситуация с безопасностью в районе Запорозской атомной электростанции еще вновь обострилась. И, в частности, вблизи станции усилились боевые действия. Об этом заявил генеральный директор МАГТ Рафаэль Гросси. Какие известия есть сегодня из-за Наргадара, Иван? На сегодняшний день ситуация абсолютно не улучшается. Коллектив не хочет коллаборировать, поэтому они находят непрофильных сотрудников, которые могут выступать рабочей силой. Также появилась информация от местных жителей, сотрудников, о том, что весь научный центр, который находится на ЗАЭС, расисты переписали, провели нейтрализацию и наверняка готовятся к эвакуации, когда сами будут бежать и воровать наше оборудование, которое находится в научном центре на ЗАЭС. Поэтому ситуация только усугубляется тем, что расисты до сих пор контролируют нашу атомную станцию. Действительно, была такая информация, что есть какие-то предпосылки, мы помним, два месяца назад об этом приблизительно говорили, и сейчас, что вот-вот, вроде как на низком старте, что называется, то есть обозначают, маркируют какие-то объекты. Продолжают маркировать, продолжают маркировать, в последовательности для воровства, мы помним, с чем они уходили из Херсона, совсем даже со штукатуркой. Да. Послушайте, но ведь это, опять же, предпосылки для угрозы работы станции. Это ядерный объект. Если я не знаю, они что-то вывезут оттуда очень важное. А, конечно же, они не будут просто металлолом. Хотя и это, наверное, тоже вывезут. В каком состоянии тогда станция может быть? Я надеюсь, что все-таки, так как вы правильно отмечаете, что этот объект особой опасности и особой важности, наши международные партнеры, международные коллеги смогут помочь нам сохранить все наше оборудование и, конечно же, обезопасить жителей не только Украины. А, не дай бог, что это произойдет на Запорожской АЭС, будут страдать и жители Украины, и Европейского Союза. И это сотни тысяч людей. И все-таки, Иван, а вы можете предположить, вот дай бог, чтобы это были правильные прогнозы, что они будут бежать оттуда. Но какой это может быть сценарий? Как это может происходить? Я думаю, что у меня это будет больше и более эмоциональный сценарий, более оптимистичный, потому что я, как и все сотни тысяч наших жителей, хочу как можно быстрее вернуться домой. Но наша задача сегодня, наверное, не прогнозировать сценарий, а всем помогать нашим военным, чтобы деоккупация наших территорий произошла как можно быстрее, и все мы вернулись к себе домой. Да, это правда. Дай бог, чтобы скоро времени это случилось. Спасибо, Иван, вам за оперативную информацию. Иван Федоров, городской глава Мелитополя, был в эфире «Фридема». Спасибо.